Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас традиционный для среды совместный эфир с Виталием. Разбираем технику и фундаменты, говорим о рынках, о тех возможностях, которые есть в моменте. Собственно, как и обещали в понедельник, по мере приближения самых важных релизов этой недели, это заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится уже, собственно, завтра, и отчеты по инфляции в пятницу, было бы уместно с нашей стороны коснуться этих двух тем, этих отчетов и попробовать, забегая вперед, опять же, до следующего эфира, потому что следующий эфир состоится только на следующей неделе, уже после всех этих релизов, спрогнозируют вот эти движения, которые, конечно же, всем хочется поймать, на которых хочется заработать. Опять же, заседание Европейского Центрального Банка. Давай демонстрация экрана тогда, секундочку. Так, заседание Европейского Центрального Банка. Это не обычное заседание, к которому мы привыкли уже за многие годы, когда ничего не меняется и ни о чем, собственно, не говорится. Никаких изменений, никаких корректировок, ничего. В этот раз влияние итогов этого заседания может быть, ну, практически судьбоносным для Евро, потому что в этот раз монетарная политика Европейского Центрального Банка может перестать быть мягкой и стать чуточку жестче или даже жесткой. Ну, все в зависимости от того, какую риторику все-таки выберет Европейский Центральный Банк. Ну, на мой взгляд, если правы те, кто уже высказался из самых, скажем, влиятельных аналитиков, лидеров мнения, какие изменения могут произойти, разделяю с точки зрения, что в лучшем случае Европейский Центральный Банк откажется от программы количественного смягчения. Не стоит настраиваться сейчас, то, что ЭЦБ сразу повысит процентную ставку, потому что это было бы странно. Сначала нужно закрыть вопрос с теми стимулами, которые действуют, то есть завершить их, и потом уже переходить к ужесточению денежно-кредитной политики. Мне очень нравятся вот аналогии, которые я в таком случае всегда привожу. Ну, это повышение процентной ставки одновременно с сохранением программы количественного смягчения, это одновременное нажатие на педаль тормоза и педаль газа. Ну, конечно же, глупое действие, поэтому я думаю, что Европейский Центральный Банк сначала свернет программу QE, а потом уже, например, в горизонте следующего заседания, июль, август или сентябрь уже начнет окорректировать процентную ставку. То есть, если все будет в соответствии с этой дорожной картой, я не вижу каких-либо прям серьезных оснований, чтобы евро улетел в космос. Ну, потому что единственная причина, по которой евро мог бы действительно сильно вырасти, если бы Европейский Центральный Банк прямо взял и повысил ставку на 50 байсных пунктов уже по итогам этого заседания, то есть фактически вывел ее с отрицательной территории на нулевую отметку. И дальше мы бы уже начали рассуждать, ничего себе, если такой шаг был первым, то насколько агрессивным может быть дальнейшее повышение. Вот это бы подогревало интерес к евро, потому что все начали бы сравнивать. А что если ЕЦБ возьмет такие же темпы повышения ставок, как Федрезерва, значит, впоследствии у доллара не будет преимущества по отношению к евро. Но это все-таки гипотетические рассуждения, они, мне кажется, нереальны для их реализации. Все будет более-менее понятно, как я уже сказал, сокращение программы количественного смещения, и потом уже, возможно, мы повысим ставку на 25 байсных пунктов. Поэтому сейчас пара евро-доллар котируется на отметке, можно сказать, 1.07, ну, точной котировки 1.06.91. Для тех, кто хочет поработать на итогах этого заседания и попробовать рискнуть, я рекомендую все-таки дождаться теста сопротивления 1.08, до него 100 пунктов, это много. Но это как раз вот это восходящее движение, которое может стать следствием роста волатильности. И дальше вот отметки 1.08, мне кажется, просто евро будет крайне ограниченным. Поэтому забрасываем туда отложку sell limit 1.08, а стоп-лосс ставим на планку 1.08,60 и take profit на отметке 1.06. Те, кто сидит уже в позициях, например, в коротких позициях, я, друзья, вас поддерживаю. Считаю, что в конечном счете уже совсем скоро, в следующей неделе, это заседание федизирова, когда точно ставка будет повышена на 50 байсных пунктов, и доллар должен укрепиться, евро окажется под давлением. Ну, это уже разговоры в следующей неделе. Так, по поводу, ну, чтобы, опять же, по отчетам, хочу также отметить, что в пятницу, когда выйдет релиз по инфляции, я ожидаю очередного роста индекса потребительских цен. По-моему, в понедельник я уже объяснял, почему я ожду рост инфляции, поскольку растут цены на топливо, на продовольственные товары, на поддержание автомобиля, растут все вообще компоненты, все категории товаров, которые влияют на инфляцию. Поэтому логично рассуждение, что индекс потребительских цен прибавит там от 0,1% до 0,3% и вновь окажется на максимумах за 40 лет. В этой связи я хочу обратить ваше внимание, друзья, на золото, которое сейчас консолидируется на отметке 1850 долларов за трость-функцию. Ну, рынок действительно устроен таким образом, что какое-то сначала мощное трендовое движение, потом он уходит в рейндж по торговку, консолидацию и по золоту. Вот мы сейчас видим, что несколько торговых сессий золота там в рамках 10-15 долларов. Я лично очень хочу увидеть золото подороже текущих уровней и настраиваюсь на то, что в пятницу после выхода индекса потребительских цен в США, после роста инфляции до новых многолетних максимумов, может быть, повысится привлекательность все-таки золота как актива, который дает возможность страховаться от вот этих инфляционных рисков. Потому что, на мой взгляд, то снижение золота, которое ранее произошло, оно как раз совпало, как ты помнишь, с последним отчетом по инфляции в США, когда с 8,5% индекс потребительских цен скорректировался до 8,3%, и все решили, что все, пик по инфляции пройден, поэтому зачем работать с активами, которые предназначены для того, чтобы страховать средства от инфляции. Поэтому мой прогноз сейчас – это все-таки лонг, я его оставляю в силе, и моя цель, Виталий, до конца этой недели – 1880-1890 долларов за тройскую ульсу. Так, рынок нефти постепенно ползет вверх, 121 доллар за баррель в моменте. Я думаю, что распродолжится, тем более, что вчера Международное антическое агентство сообщило о дефиците, который уже зафиксирован на глобальном рынке на отметке в 2 миллиона баррелей. Дефицит точно будет расти из-за того, что наступившие санкции против аналитического сектора России, так называемые эмбарго на поставки морским путем, они точно приведут к сокращению предложений. Потому что, вот, кстати, ты говорил, что свято место пусто не бывает, следом за… не будет Европа, будут другие покупатели, абсолютно с этим согласен. Но думаю, что на поиск все-таки альтернативных покупателей, на то, чтобы заключить контракты, на то, чтобы выстроить и наладить логистику в больших объемах, все-таки потребуется какое-то время. И даже если это будет несколько месяцев, за эти несколько месяцев бренд может очень сильно порадовать покупателей, так же, как и WTI. Сегодня, кстати, когда записывал свой брифинг… Сейчас, секундочку, у меня вот где-то… Момент записан на теле. JP Morgan считает, что к концу августа бренд будет стоить 150 долларов за баррель. И напомню, что Saks, они дальше всех смотрят, они ждут 200 долларов за баррель, правда, к концу этого года. Я придерживаюсь пока что сценарий роста бренда до 130 долларов за баррель. И считаю, что на этом реально можно заработать. И еще хотел бы посвятить мощнейший тренд, который идет по паре доллар-иена. Каждый раз, когда я смотрю на четырехчасовую свечу, я думаю, что не может вот так это ралли продолжаться без отката. Но ведь продолжается уже 20-летний максимум, 133,25 пунктов за один доллар. И этот рост как раз обусловлен контрастом монетарных политиков, Федрезервы и Банк Японии, и очень сильные разницы в доходностях трежерис японских и долгосрочных японских, точнее, трежерис американских и японских облигаций. Разница существенная. Например, японские облигации торгуются по доходности 0,25%, а 10-летний мы видим уже в районе 3%. И пока такой дикий контраст остается, сохраняется, и он постоянно растет, потому что трежерис повышается, этот тренд будет очень трудно остановить. И я рекомендую сейчас вот по паре доллар-иена попробовать рискнуть, даже несмотря на вот этот бешеный рост, даже несмотря на то, что велика вероятность коррекции, но, скажем, окупить с стоп-лоссом на уровне 132 на 45 и тейк-профитом в районе 135. Виталий, слово тебе. Спасибо. Приветствую. Ты лимитку 1,08 поставил, да? То есть это где-то на перехай вот этого всего? Да. Ну, давайте пройдемся по евро, так как завтра новости, в пятницу аналогично тоже новость по доллару, то есть пара евро-доллара, возможно, будет волатильная. И сложно сказать, будет ли падение секущих, или вот тот вариант, который ты сказал. Есть вариант снижения секущих по евро-доллару, так как я еще в понедельник говорил, что возможен лонг по евро-доллару, но при пробое вот этого уровня сопротивления, то есть работать на пробой, так как с текущих покупки невозможны, так как есть здесь накопление такое, могут посмотреть, но есть какие-то моменты, что мне не нравятся по рынку, но и вдобавок есть, в принципе, неплохой разворот для паттерна, во-первых, но локально как-то и сильно евро скидываю. Плюс там, учитывая картинку по доллар-франку, напомню, что доллар-франк я активно советовал еще на прошлой неделе покупать, обязательно там зубы так ставить, и те, кто совершил сделку, часть там закрыл, вот я в понедельник говорил, что уперлись уровень, возможно, будет и отбой, поэтому, кстати, часть закрыл, часть без убыток, и, как видим, данная идея на несколько дней прострелила наверх, достаточно неплохо, и то ощущение, что здесь есть куда дальше расти, и данный график достаточно доллар-франк, похож на доллар-е, продолжится достаточно сильный рост, поэтому евро-доллар достаточно, есть небольшая вероятность снижения стекущих, поэтому можно попробовать, то есть на сцену, условно, ниже 1.07, чертить со стоп-лоссом 0.75. Если не пойдет с текущих снижений, ну, оно достаточно рисковое, я бы так сказал, то посмотрим, возможно, твой вариант, пройдет с лимитом. Аналогично индекс доллара, тоже здесь, похоже на доллар-франк, евро-доллары зеркально, тоже его, скорее всего, что вот это снижение, которое я ранее анонсировал, ну, давал рекомендацию как по евро-лонг, индекс доллара-шорт, оно, мне кажется, возможно, закончилось и пойдет тот рост индекса доллара вверх, и поэтому считаю, что евро-доллар, возможно, пойдет, пойдет снижение. Это вот так. Что касается, ну, нефти, я уже говорил, что пока предпосылок на шорт я не вижу, нужно смотреть, что здесь будет после уровня 120, 119-120 по бренду. Если будет какой-то разворотный паттерн, то можно будет наблюдача по шортах. В прошлый раз я говорил о покупках золота, то есть где-то примерно на тех же уровнях мы находились в прошлый раз, где-то в районе 1850 с копейками, с стоп-клоссом за минимум прошлый недельный, где-то в районе 1825. Тоже здесь дальше продолжаю рассматривать лонг, но как-то тоже такая ситуация, как с евро. Может и с текущих свалиться. Поэтому обязательно кто покупает золото, обязательно ставить стоп-клоссы, потому что здесь есть такой небольшой вариант шорта. серебро чуть получше выглядит, чем золото. То есть здесь скорее всего будет лонг, то есть кто торгует золото и аналогично приторговывает там серебром. Есть любители, скажем, серебром торговать. Оно такое, скажем, достаточно сильное, волатильное. Больше условно 22, точнее 2185 или с текущих 2210 возможно рассматривать покупки среднесрочные, как и по золоту, стоп-клоссом за прошлый недельный минимум в районе там 2120. Но это такой стоп-клосс достаточно большой. Если кто желает с более большим объемом зайти с более мелким стоп-клоссом, то возможно стоп-клоссом поставить в районе там 80 за минимум пятницу, скажем. Но не исключаем, что его могут быть. Как-то вот так. Либо золото и серебро будут расти с текущих. Возможно, вот на тех данных панифляциях, которые будут пятницу, если они, как ты ожидаешь, поднимутся, может прослечь их неплохо вверх. Поэтому как-то вот так. Дальше. Ну, биткоин. В прошлый раз я говорил, что возможно здесь рисуется лонг. Пока он, скажем, на месте болтается. Мы удержали вчера тот ключевой уровень, о котором я говорил, 29300. Точнее, даже минимум. Это получается лоу. Да, 29300. 29300. Пока мы его удерживаем, но как-то тоже там скидывают его странно. Все время там откупают днем, а ночью на азиатской сессии сразу сваливают. Поэтому, кто ранее покупал, я говорил, что можно откупаться, если будет коррекция. То есть, в эту область 30300, условно, с возможным более сильным лонгом. Обязательно ставить стоп-лосы, потому что, если мы будем пробивать 29300, то здесь вот эта вся конструкция, которая идет в последний месяц, традиционная, она просто улетит сильно-сильно вниз. То же самое, как и по S&P 500. Наверное, почему я ранее говорил о покупках по данному инструменту, в принципе в понедельник и вчера немножко росли, но этот рост всего носика характера внутреннего нового. Мы даем какой-то средний рост но дальше не получается. И поэтому здесь не исключаю вариант, что формируется шорт такой-то и можно рискнуть спекулятивно зашортить с текущих 41-40 со стоп-лосом 41-90. И посмотрим. Так как если будет инфляция большая, поднимать ставку, это будет негативно пить по рынку. И если S&P будет валиться, то, наверное, педагогу тут обвести. Где-то я возможно ошибаюсь. Возможно, все будет наоборот. мы ставим стоп-лосом, потому что здесь есть вариант и лонга, но как-то здесь удерживают вот эти уровни. Альтернативу возможно еще поработать, если все-таки будут пробивать вот эти аи, там уже смотреть на пробой. пока у меня вот такое мнение, то есть золото лонг такой достаточно рискованный, серебро аналогично, биткоин лонг, S&P возможно, то есть я переворачиваюсь с покупателя с понедельника на шорт. Ну, кто желает там сделать такой возможно сделать себе кого позволяет счет и брокер замки делать возможно, у нас получается положительный замок, потому что мы купили чуть ниже, шорт чуть выше и напрорыв вот этого диапазона, который у нас образовался за последние недельки. Или там работать на пробой. Ну, евро-доллар, как я уже сказал, не исключаю секущих падений. Возможно, какие-то шпильки будут. Бывает такое по ЕЦБ новости, я помню, давно такого я не видел, там, несколько лет назад, 2 секунда вверх, 150 вниз, для вас, потому что в любом случае именно вы ответственны за те решения, которые вы проводите в ваших терминалах и с вашими счетами. Виталий, еще раз большое тебе спасибо, тоже тебе удачного закрытия недели. Если будешь торговать на этих новостях, конечно же, классных сделок, ориентиры, в принципе, уже понятны, как будем действовать, подведем итоги понедельника. спасибо тебе, пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok